Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Бэрон отталкивает Дилана, чтобы тот не реализовал свой план. Может ли Гуль быть беременна? Почему Роуз закрывается в раковине и рыдает? Как господин Кудрет узнает, что планирует Баран? Узнают ли Дилан и Гуль, каков план Барана? В чью машину залез в туалет Хасан Киран? Баран взял Хасана в заложники, как хотел, что теперь будет. Закончится ли напряжение между Джевдетом и Цеврией благодаря дяде Кинану и Тети? Сможет ли Ясмин убедить Харуна занять деньги у его отца? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Баран Хасан поселился на даче по своему желанию, нашел доказательства и немедленно передал их Акифу, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Бэрон думает увести Дилана из особняка, чтобы он не услышал о похищении Хасана. Поначалу Дилану эта ситуация кажется странной, но затем слова Барана обретают смысл, и он собирается пойти на прогулку. Баран, заранее спланировавший это, знает, что Дилан – женщина, настоящая любительница природы, поэтому он возьмет ее посадить саженце деревьев. Баран и Дилан, которые очень счастливы вместе сажать бог, наслаждаются каждым моментом своей жизни. Хотя она говорит, что Дилан обладает всеми прекрасными качествами Барана и снова влюбляется в Илана, Дилан не остается без дела и показывает, насколько она восхищается Бараном своей внешностью и поведением. Пока они переживают такие моменты любви, Гуль и госпожа Азади заботятся о Миране в особняке. В этот момент Гуля внезапно начинает тошнить, и госпожа Азади, не зная ситуации, сразу же намекает, что она тоже может быть дурой. Гуль очень расстраивается из-за того, что сказала госпожа Азади, и когда она идет к раковине, чтобы ее вырвало, она нервничает и плачет. На самом деле, существует вероятность того, что она может быть беременна. У нас есть убеждение, что все может случиться, если Бог пожелает, и исходя из этого. Может быть вероятность, что Гуль забеременеет. Возможно, тест Феррата перепутали с тестом другого мужчины в больнице. Если Гуль беременна, в особняке начинает веять праздничная атмосфера. Коробеи очень рады появлению второго внука. Причиной, по которой Гуль плакала в раковине, могло быть и то, что она сдала тест и увидела положительный результат. Все эти возможности могут стать реальностью, и, конечно, мы, зрители, больше всего хотим, чтобы она забеременела. Господин Кудрет удивляется и упрекает, что Баран так расслабился, зная, что Хасана освободят. Баран расскажет отцу, что у него есть кое-какие планы, и поделится с ним тем, что думает о Хасане. Гану Кудрета также понравится план Барана, и он поддержит его, сказав, что, по их мнению, он очень хорош. Пока Гуль и Дилан разговаривают, слова Гуля помогут Дилану понять, что пытается сделать Баран. Дилан понимает, что Баран поймает Хасана и не успокоится, пока не заставит его заговорить или не найдет какие-нибудь улики. Когда он делится этой мыслью с Гуль, она находит это разумным, и они решают пойти в дачу напротив Баранов. Я надеюсь, что Дилан не попытается снова заняться делами, которые не входят в его обязанности, позвонит Акифу и сообщит ему об этом. Как только Хасана освобождают, адвокат красиво одевает его и забирает на личном автомобиле по указанию Дживахира. Но поскольку она не знает, что для нее запланировал Баран, поначалу она вполне счастлива. С другой стороны, она постоянно оглядывается по сторонам, когда знает, что Баран не уйдет вслед за ней так быстро. А тем временем он понимает, что за ними следует машина Барана. Хотя Хасан пытается сбежать, он попадает в руки Барана. Баран, его отец и Ферад запрут Хасана в летнем доме. Они выставят вокруг него несколько стражников, построят вокруг него стену, исплотив его летнем доме, и примут необходимые меры предосторожности, чтобы не дать Дживахиру добраться до него. Дядя Кенан и тетушка предпримут несколько попыток положить конец неприятному разговору между Джевдетом и Цеврией. На самом деле проблема здесь в Джевдете. Если бы она сказала вначале, что они с Первеном были любовниками в прошлом и держали между собой дистанцию, Цеврия не отреагировала бы так резко на то, что произошло сейчас. Попытки дяди Кенана и тети пока не дадут никаких результатов. Харон всегда спешит постоять за себя и создать дом, не будучи ни для кого обузой. Однако Ясмин немного игнорирует гордость Харона, думая, что было бы лучше занять у него денег, поскольку он ее собственный отец. Харон – классическая мужская модель, которую мы знаем, боится занять деньги у своего тестя и быть раздавленным им. Однако, когда он, кажется, не может выйти из ситуации, он может занять денег у мистера Кенана, чтобы не расстраивать Ясмин. Итак, вы думаете, что Харон делает Гуру ненужным? Смогут ли Цеврии и Джевдит защитить свой брак, не в игру Первина? Будут ли Дилан и Гуль совершать набег на летний дом? Все узнают, что Хасан на даче. Сегодня, дорогие любители кровавых цветов, вышли последние 10 серий финала сезона. Если вы напишите здесь, что вы хотите, чтобы произошло в сериале, или все, что, по вашему мнению, должно произойти, возможно, мы сможем сделать так, чтобы наши голоса были услышаны сценаристами. Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok